Привет! Слушай меня, вот видите, снимай, снимай, давай ты это забывай! Да ладно! Встреча подруг и соратниц по движению в день, когда комсомолу исполнился ровно век. У Эммы Александровны членский билет. В организацию она вступила в 1947 году. В седьмой класс одной из подмосковных школ пришли агитаторы. Тогда никто не спрашивал зачем. Особенно в тяжелое послевоенное время стремились сделать больше, чем требуют официально. Уже переехав в Анапу, начинающий педагог изучила историю края и проводила бесплатные экскурсии для школьников. Этот интерес я перенесла в свою педагогическую деятельность. Мне было интересно преподавать. Я учитель-географ. Мне было интересно. И ребята за мной тянулись. И они тоже становились комсомольцами. Я вот передавала свой энтузиазм. Скромные энтузиасты, ставшие настоящим двигателем эпохи. Зал городского театра полон. От имени главы Анапы Юрия Полякова собравшихся поздравил председатель совета Леонид Кочетов. От имени Международного оргкомитета по празднованию юбилея и Красноярской краевой общественной организации ветераны комсомола Кубани вручали благодарности. Здесь те, кто помогал осваивать целину, строить байкало-аморскую магистраль, заводы, фабрики, дороги. У нас были те, кто по комсомольской путевке проводили свой недовый месяц, поднимая целинные земли. Подвиги комсомола восхищают и вызывают уважение. Юрий Кабанов возглавлял Анапский комсомол до 1989 года. До этого прошел все ступени. От секретаря школьной, а затем институтской ячейки. Например, мы специально на первом курсе побежали все в ДОСАВ, чтобы спрыгнуть с парашютом. Если вдруг нас будут забирать в армию, нам надо попасть обязательно в десантные войска. Вот такой был порыв тогда. Для меня лично попасть в стройотряд было сложнее, чем поступить в какой-то вуз, в котором этот стройотряд. То есть там такой конкурс был. А ведь это не отдых был на курорте, где все включено. А это работа там под 15-16 часов в сутки. По словам Леонида Кочетова, традиции, заложенные комсомольцами, можно увидеть и сегодня в делах и поступках современной анапской молодежи. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.